Следующее видео, которое мы посмотрим, и которое нам заказали, называется «Современные коммунистические учителя истории. Обзор Вестника Дури». А нет, «Обзор Вестника Бури на Вестника Дури». О как. Так. Сейчас я на мгновение закрою вкладку с «Endless Space», чтобы вывести на экран видео. Всем привет! Это канал Вестника Дури. И я вообще очень долго думал, стоит ли... О, кринш-троллинг начался. Делайте это видео, потому что его главный герой, канал Вестник Бури, сейчас нас ждет глубокое погружение. Развенчивая мифы о Советском Союзе, важно не ударяться в другую крайность, тотальную его идеализацию. Так что больше друзей русских и друзей русской культуры, чем большевики, в принципе, не было в истории России. Том, не являясь, в принципе... Кто-то даже фейс-спам поймал в этот момент, посмотрите. ...культуры, чем большевики, в принципе, не было в истории России. Вот, да, не упрекайте меня в том, что я сейчас смеюсь, потому что, во-первых, момент смешной, а во-вторых, в моем случае сейчас это смех сквозь слезы. Потому что это не отменяет, конечно, трагичности момента, понимаете? Том, не являясь, в принципе, сталинистом или, там, человеком, идеализирующим Советский Союз. 8 ноября начинается мятеж Краснова и Керенского. Первая организованная попытка свергнуть советскую власть. Свергнулась свержением законного республиканского правительства, массовым террором... Да, это очень-очень интересно. Как Керенский, значит, свергал советскую власть. Замечательно. ...пром населения и установлением правительского режима. Да, действительно, это все объясняет. Ну да, черт бы с ним. Пока мы с вами разобрались только в том, что канал Вестник Буря это лицемерный, одноклеточный защитник Совка, который слабо разбирается в том, что критикует. И начинает транслировать свое экспертное мнение, даже если не знают элементарных вещей. Несмотря на то, что Польша первой среди европейских стран в 1934 году заключила с Германией пакт о ненападении, все 30-е годы клянчила себе колония, а в 1939-м участвовала в разделе Чехословакии. Да, неудобно получилось. Значит, по поводу того, уничтожал или советская власть цвет русской нации? Нет, не уничтожал. Ландаун, например, не работал в трючных убратах, как говорится. Сидел не так долго, причем за реальное дело. Королева и Глушко не только реабилитировали, но наградили кучей премий. 28 октября 1917 года по старому стилю второй съезд Советов отменяет смертную казнь. Так, наверное, показалось. Наверное, не отменил, а ввел для всех, как обязательно. Сейчас посмотрю. А, нет, действительно отменил. И зачем-то большевики отпустили на свободу членов временного правительства и защитников Зимнего Дворца. Плюс, даже когда начались первые выступления против советской власти и стали скрываться первые заговоры, правительство напрочь отказалось восстанавливать смертную казнь. из царского офицерства перешла на службу к большевикам и воевала против белых в гражданскую войну. Да, многие из них в 30-е годы пострадали от репрессий, во многом неоправданных и жестоких. Вот, кстати, по поводу неоправданных жестоких репрессий, вот когда коммунисты это говорят, это всегда вызывает у меня повышенный интерес. Почему? Потому что нельзя как-то персонально подойти, ну, то есть более предметно подойти к этому. Ну, да, действительно были репрессии во второй половине 30-х годов. Вот кого именно, по вашему мнению, несправедливо репрессировали? То есть вот кого конкретно? Да, то есть вот кого справедливо, по вашему мнению, расстреляли в те годы, да, там, в том числе, допустим, если мы берем какие-то громкие процессы, а кто, вот, по вашему мнению, это вот, значит, безвинная жертва репрессии? Ну, потому что понятно, что кого-то там потом реабилитируют при Хрущеве, при Брежневе, но, насколько я понимаю, вы как бы к позднему Советскому Союзу относитесь не очень комплиментарно, да, то есть вот при Хрущеве и Брежневе людей правильно реабилитировали жертв сталинских репрессий? Или это тоже вот некое такое, значит, искажение, извращение практики марксистской произошло? Вот это всегда интересно. Но вот они почему-то этой темы очень избегают. То есть они просто говорят, что, ну да, во время репрессий там были какие-то там перегибы на местах, там, я не знаю, товарищ Сталин ничего не знал, в ЦК пробрались враги, там, добрый царь, плохие бояре. Но вот как-то нет конкретики, да, то есть вот, допустим, там, того же Тухачевского, там, того же Якира, например, расстреляли правильно или это неправильно было? Или это был, вот, там, я не знаю, перегиб какой-то, там, да, несправедливо, там, или Блюхера, или, там, Бухарина какого-нибудь? ...жизни, которые спасла советская власть, и которые она же, кстати, и породила. Совсем биполярочка накрывает. Кстати, рядом с проблемой не сменяемый. Или вот Зиновьев, например, да, то есть вот с одной стороны руководитель Коминтерна, любовник самого Ленина, и вроде как там у него какие-то начались идеологические, значит, перверсии, что вот, там, он говорил не про диктатуру пролетариата, а про диктатуру партии, и предлагал об этом открыто заявлять. Ну, можно сказать, что Зиновьев просто в этой конкретной ситуации, он проявил себя как более честный человек, потому что, ну, де-факто это и была диктатура партии, а не диктатура пролетариата. Просто партия, она утверждала, что она действует от имени пролетариата. ...выла и проблема привилегий партийной номенклатуры. Дача, квартиры, служебные и личные авто, отдельные магазины с полным ассортиментом продукции, особой больницы с лучшим обслуживанием, возможности достать какие угодно товары, включая дефицитные и импортные, все это было у партийной номенклатуры. В Советском Союзе были выборы, и люди на них ходили. Приближаемся к проблеме демократии в позднем Союзе, точнее, конечно, ее отсутствие. Слушайте, ну это вот вообще дно. Ну, выборы в Советском Союзе, это примерно как выборы в Северной Корее. Значит, геноцида по религиозному принципу не было. ...в ряде случаев не очень хороший звук в ролике. ...нагида, миллионы жителей, людей, жителей городов, то мы можем говорить о том, что кулаки устраивали геноцид городского населения... ...посмотрите на лицо вата-админа. Кулаки устраивали геноцид городского населения, господи. РНТ, дамы и господа, Рудой не тупой. ...посмотрите на лицо вата-админа. Бедный вата-админ. Мне жалко его в этот момент. ...уничтожить их можно по-разному. Комбо. Ну и как вишенка на торте. Ежа постоянно пытается подловить левых одним вопросом, который считает... ...и про меня грешного вспомнили. ...тупиковым и очень остроумным. Да, кстати, в этом ролике он призвал коммунистов писать мне в личку ответ на этот вопрос. Но ни один коммунист так и не написал. То есть были угрозы убить меня, мою жену, найти моих детей, облить всех кислотой. Это было. А вот ни один, ни один почему-то не написал вот про факторы материального поощрения труда при социализме. Черт побери. А ведь ролик посмотрело больше ста тысяч человек. И ни один коммунист не написал мне в личку потом. И не сказал, что типа вот Ежи, вы тут как бы немножко заблуждаетесь. Давайте я вам сейчас все объясню. Блядь, ни одного не нашлось. А ведь у меня личка открыта. Вот как так? Даже, даже обидно, видите. Реформа Косыгина-Либермана дала хозяйственную самостоятельность предприятиям. Ослабил плановое влияние на экономику. Примечательно, что возможность самостоятельно распоряжаться деньгами приводила к чему угодно. К воровству. К увеличению зарплат на отдельных предприятиях. Но не к совершенствованию производства. Также меньше средств стало поступать в казну. Косыгинская реформа еще задолго до развала Советского Союза начала плавно переводить Советскую экономику на капиталистические рельсы. Так, пацаны, коммунизм пока не строим, малый бизнес еще не полностью поглощен. Хуенно. Но опять-таки, тут можно, в общем-то, провести параллель с китайской экономикой. То есть, вот как-то они перешли на рыночные рельсы, и теперь у них все заебись. А с Косыгиным тут скорее проблема в том, что ему до конца-то не дали это довести. То есть, они, наверное, они в том числе заимствовали, кстати, китайский опыт. То есть, они посмотрели, а что там происходит у китайских товарищей. Вот. И, собственно, решили тоже сделать свою экономику более эффективной, свою экономическую модель. Но не случилось чудо. Да, кстати, по одной из таких наиболее распространенных версий, к Дэн Сяопину идея, собственно, прокачивать частный сектор в экономике пришла после посещения Сингапура. То есть, после смерти Мао Цзэдуна Дэн Сяопин, уже вошедший на престол, значит, уже после победы над бандой четырех, он съездил с официальным визитом в Сингапур, посмотрел, как у них там все устроено. Ему это понравилось. И он решил, в общем-то, внедрять те же самые механизмы сочетания, с одной стороны, авторитарного руководства, с другой стороны, как бы рыночной экономики. То есть, в случае с Китаем, это вот строительство капитализма, но под руководством коммунистической партии. Ну и пошло-поехало, и теперь Китай это один из крупнейших игроков в современном мире. Ну чё там, разорился малый бизнес, уже нет? Чё, нет ещё? Блин, да сколько можно уже? А малый бизнес при капитализме никогда и не исчезнет полностью. Ммм, как интересно. Мелкие предприниматели — основа здоровой экономики. Тем более, что капиталистическая альтернатива... О, да даже, даже, видите, Ведьмак, он дело говорит. ...воскофейни выглядит всё равно так себе. Подавляющее большинство малых предприятий при рыночной экономике в первые же годы работы разорялись. И шансы выжить в условиях рынка минимальны. А малый бизнес при капитализме никогда и не исчезнет полностью. А то как подействует на тебя невидимая рука рынка, так ты неделю на заднице сидеть не сможешь. А вот когда при... Я бы удалился канал, но не могу, потому что канал не мои на самом деле. ...советской власти откроется первая кооперативная кофейня, я обязательно зайду туда отведать латте с клубничным сиропчиком. ...не являюсь, в принципе, соленистым или, там, человеком, идеализирующимся... А, пишут, китайский опыт, возможно, это реэкспорт, был же НЭП. Ну да, но НЭП-то свернули, понимаешь, в чем дело. Советский Союз. А не надо было НЭП сворачивать с самого начала. Они формируют культурное пространство, загаживают мозги почтенной публики. Их смотрят тысячи, а то и миллионы. И хотя сама жизнь опровергает их домыслы, их влияние все же сильно. С вами был канал Вестник Дури. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите комментарии, учите историю. И помните, что количество подписчиков еще не делает человека экспертом во всех областях. И даже в одной области есть такое. Так, да, смешное видео. Субтитры сделал DimaTorzok